и работа. Попрошу включить презентацию. Итак, в апреле этого года, в конце апреля этого года был объявлен конкурс на разработку российских решений, конкурс «Эрфрид». При этом условия проведения конкурсного отбора существенно изменились по сравнению с прошлым годом. Они существенно упростились. Как процедура подачи заявки, так и входные условия существенно упростились, стали более доступными. Основные изменения у нас следующие. Если в прошлом году объем софинансирования, который должен был показать заявитель, был не менее 50% от суммы гранта, в этом году 20%. То есть 80% можно претендовать на бюджетные средства, 20% заявки на только можно показать собственного финансирования. Был увеличен максимальный размер гранта с 300 миллионов рублей до 500 миллиардов рублей, миллионов рублей, и по отдельным решениям, об этом чуть позже, до 6 миллиардов рублей. Был продлен срок, в течение которого результаты, полученные в рамках проекта, а именно программное обеспечение, программный продукт, должны быть включены в приезд российского ПО. Этот срок был увеличен с 6 месяцев до 1 года. Были упрощены условия, в том числе финансирования и более гибкие границы, более гибкие, более большие полномочия грантового комитета по определению сроков и суммы гранта. Эти изменения в самом постановлении о правилах предоставления субсидий, в постановлении правительства. Соответственно, были изменены и условия в конкурсной документации. Процедура фактически была перевернута. Как вот коллеги называют, процедура наоборот. Если в начале, то есть не в начале, а на предыдущих этапах, в прошлом году, заявитель готовил весь пакет документов, полную заявку, средний объем заявки достигал, средний объем был 195 страниц, это средний, были, соответственно, и больше. То в этом году и вся заявка дальше оценивалась, включая как формальные требования, а так и содержательные. И в результате большая часть заявителей не доходила до этапа содержательной оценки грантового комитета, потому что какие-то были допущены ошибки формальные, технические и даже хороший качественный проект просто не доходил до содержательной оценки, потому что они могли протраться через эти требования. Да, обоснованное, но, в общем, довольно сложное. В этом году было принято решение, что сначала будет простая подача заявки по простой форме. Там буквально несколько страниц плюс презентация, на основании чего грантовый комитет в два этапа примет решение. На первом этапе будет принято решение о том, что поддерживает сама концепция идеи проекта, то, что это действительно нужно для развития отрасли ИТ, для развития российских продуктов. Дальше будет проведена детальная уже сверка и анализ этого решения. подготовлена де-факто заявка уже при помощи экспертов и лучшие заявки, концептуально, принципиально правильные, лучшие и с одной стороны, а с другой стороны правильно оформленные, уже по ним будет принято решение на втором заседании грантового комитета. Ну да, были еще и другие изменения, в частности, например, максимальный размер зарплаты разработчика был увеличен с 240 до 480 тысяч рублей в два раза. Сокращены сроки рассмотрения заявок, ну и так далее. При этом, коллеги, обращаю внимание, посмотрите внизу слайда, что неизменным, но принципиально важным осталось требование о коммерциализации результата гранта, продукта, не менее 50% от суммы гранта в течение года после завершения проекта. Что это значит? Это значит, что не должно быть иллюзий. Продукт, который получается в результате реализации проекта, получение гранта, должен быть востребован на рынке. Востребованностью, критериями востребованности является выручка, то есть получение дохода от этого продукта на открытом рынке. 50% от суммы гранта. Это что значит? Вы подаетесь на грант 500 миллионов рублей, получаете его, 250 миллионов покажите выручки с этого продукта в течение следующего года. Эти требования многие недооценивают, коллеги, обратите на них внимание. Это четко и жестко контролируется фондом. Это требования фонда, и если этого не будет, это нарушение существенных условий грантовой поддержки, следствием чего является расторжение соответствующего соглашения и неизбежный возврат всей суммы гранта обратно в федеральный бюджет. Еще раз обратите внимание на это условие, что если нет высокой уверенности в том, что ваш продукт реально начнет зарабатывать, ну, примите решение все-таки на основе этого, идти ли дальше, потому что риски очень высокие. Представляете, что да, вы можете получить, получите дополнительный ресурс от фонда, но если продукт не получится, не удастся, а этому может быть сто причин, да, почему продукт дальше не, так скажем, не полетел, ну, тогда придется вернуть всю сумму. В общем, никому от этого не легче, коллеги, ни нам, ни вам, вот, и при этом, ну, никто ничего не получается, все только в пройкрыше. Поэтому, коллеги, обратите внимание, пожалуйста, на это. В общем, что в результате у нас сейчас получилось? Какая картинка? Итого у нас подано заявок с конца апреля по сегодняшний момент, вы видите, 1189 от 848 уникальных компаний. Мы всех пригласили сейчас, вот, и большая часть тех, кого мы пригласили, пригласили мы всех без исключения, сейчас присутствует на вебинаре. При этом, что мы видим, да, мы же читаем отклики, отвечаем на вопросы фонда и Минцифра, созданы нескольких тематических популярных чатов каналов, телеграме. Мы видим, что действительно все очень по-разному относятся к условиям конкурса и в том числе к условиям необходимости коммерциализации продукта. Достаточно много таких неадекватных ожиданий. Есть какие-то такие рискованные, значит, в том числе люди и компании, которые, значит, надеются на авось, вот сейчас он нас оценит, мы получим финансирование, все у нас будет хорошо. Коллеги, просьба еще раз взвесить все условия и понять, что грант – это, наверное, самая такая организационно-затратная, наверное, форма поддержки проекта в части IT. Да, ну, в части обязательства, потому что это бюджетные средства, это соответствующая отчетность, это требования, в том числе, контролирующих органов, которые распространяются как на Минцифру, которые являются администратором соответствующих бюджетных средств, так и на фонд, который ими непосредственно распоряжается и фактически подписывается под каждым проектом, под каждым грантом, так и на… неадекватных ожиданий. Итак, в то же время, вот у нас есть 848 заявок финальных, которые сейчас в работе. Каждая заявка уже сейчас рассмотрена из них, и принято решение о прохождении или не прохождении на следующий этап. Большая часть заявок, а именно 468, предложены к рассмотрению на грантовом комитете, на первом заседании грантового комитета, назовем его грантовый комитет 1. Будет еще финальный грантовый комитет 2. При этом обратите внимание, что объем грантов, на которые претендуют заявители сейчас, вот эти 468, точнее так, те, кто подались, да, 86,5, это, коллеги, сопоставимо с общим объемом финансирования нас программы «Цифровая экономика» по всем семи федеральным проектам. Ну, просто чтобы можно было оценить как-то, оценить реальность и запросы, которые есть. Это, с одной стороны, хорошо, потому что мы действительно собрали в рамках проектов, мы видим, действительно очень интересное решение. есть среди заявителей компании, имеющие авторитет, крупные компании на рынке. Есть много других заявок, в том числе низкого качества, по которым очевидно, что люди по разным причинам, может быть, как-то не совсем правильно, адекватно оценивают собственные возможности. При этом, поскольку заявок много, достаточно большое число и хороших заявок, и большое число, действительно, заявок не вполне или совсем некачественных. С одной стороны, статистика, с другой стороны, это результаты упрощения процедуры и формата подачи заявок. Еще раз, возвращаясь к коммерциализации. Гранты на разработку – это, наверное, самая рискованная форма поддержки IT-проект. Федеральный бюджет – это не венчурный фонд, и здесь, к сожалению, так построено бюджетное финансирование, грантовое финансирование. Поддержка неудачного проекта – это, в общем, ЧП. Это с возвратом денег, понятно, бюджет в полном объеме, о чем я уже говорил. Поэтому каждый проект должен и будет оценен потенциальными заказчиками, отраслевыми заказчиками, то есть теми, где это решение потенциально может быть внедрено. И здесь, на следующем слайде, отдельный трек, связанный с индустриальными центрами компетенции и центрами компетенции по развитию общесистемного и прикладного ПО. Большинство слышало об этой большой работе, которая проводится по поручению председателя правительства, которая была запущена в июне, в начале июня этого года в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР. И сейчас мы вместе с отраслевыми заказчиками и с федеральными органами власти, которые отвечают за отрасли, находимся на финишной прямой оценке проектов, которые здесь разработаны. Здесь логика обратная. Здесь финансироваться будут проекты заказчиков, то есть проекты на внедрение. Создано 33 индустриальных центров компетенций, куда входят все компании-лидеры, всех без исключения отраслей нашей экономики. И в рамках них прорабатываются проекты, в том числе крупнейшие проекты, там на миллиарды рублей, по цифровой трансформации отраслей и отдельных компаний, исходя из того, что в дальнейшем продукт будет дальше развиваться, монетизироваться на рынке, и права останутся у разработчика. У этого направления отдельный бюджет, коллеги. Есть отдельный бюджет, предусмотренный Airfreed на разработку, и здесь на внедрение в компаниях индустриальных заказчиков, в компаниях-лидеров индустриальных, предусмотрен отдельный бюджет, которые не пересекаются. Конкретные цифры сейчас я называть не буду, потому что они не имеют значения при оценке отдельных проектов. Здесь будет иметь значение качество проектов, как проработанных в фрагментах, иссякается КР, так и качество проектов, поданных на разработку, вот в рамках тех 800-ти проектов, с которыми мы сейчас работаем. Главное здесь – качество проекта. И поскольку, опять же, разработка не может финансироваться просто в воздух, на авось, а вдруг выстрелит продукт, а вдруг не выстрелит, то каждый проект, поданный на разработку, будет оценен и уже сейчас оценивается экспертами фонда, которые в то же время являются представителями ЦК, то есть представителями компаний. Как будет организовано теперь, исходя из этого работа? Итак, частично я уже об этом сказал. С конца апреля запущен прием заявок. Заявки подаются по простой форме на едином портале государственных услуг. Это, собственно, заявка, справка и презентация. Дальше уже произошло предварительное рассмотрение относительно формальному требованию постановления правительства 150-му и формальным требованиям конкурсной документации и непротиворечивости самой заявки. То есть с точки зрения просто часто там есть какие-то ошибки, которые требуют исправления, несостыковки. Такая формальная оценка была проведена. Далее проведена экспертная оценка. Каждый из тех, кто подал заявку, был опрошен с точки зрения отнесения к той или иной отрасли. Это первое. Второе. Был проведен анализ экспертами ЦК и ЦКР, в том числе и экспертами фонда, качества этих заявок. Далее. В соответствии с конкурсной документацией было проведено экспертное интервью с оценкой по 23 критериям. И в результате был сформирован перенечень из 468 компаний и проектов, которые были рекомендованы к дальнейшему движению. То есть к внесению на грантовый комитет 1. Итак, 468 проектов у нас на сейчас. Поэтому, опять же, я часто слышу, что нас эксперты в рамках онлайн-интервью вынесли на рассмотрение грантового комитета. Мы в пяти минутах от получения гранта на 500 миллионов рублей. Можете нас поздравить? Спасибо. Ну, коллеги, таких 468, понимаете. Давайте теперь обсудим дальнейшее движение. Как мы отберем лучших из лучших в рамках всех бюджетов, которые у нас есть сейчас. Итак, грантовый комитет. Следующий этап. Они начинаются у нас со следующей недели. К вопросу о сроках. Значит, понятно, что на централизованном грантовом комитете рассмотреть без малого 500 проектов в вочном режиме нереально и контрпродуктивно для всех. Ну, просто это нереально. И плюс проекты все разные. Одни относятся к развитию общесистемного ПО, другие к проектам в сфере здравоохранения, четвертой сфере экологии или машиностроения, понимаете. Поэтому сформировано, соответственно, 22 комиссии грантового комитета, которые все проекты, исходя из самооценки, о которой я говорил, самих заявителей, разложено в эти 22 корзины, так скажем. И в рамках этого построен предварительный график очных заседаний комиссии грантового комитета для уже предметного рассмотрения, для, соответственно, доклада и обсуждения проектов в рамках грантового комитета. При этом в каждую комиссию входит представитель грантового комитета, исходя из один или несколько, исходя из, обычно, несколько из специализации коллег. По результатам чего будет принято решение о вынесении на формирование шот-листа проектов и вынесении этих проектов на дальнейшую экспертную оценку, независимую экспертизу, с точки зрения всех формальных требований, оформление заявки до требуемого вида и принятие решений о финансировании проекта. Вот на следующем слайде представлены соответствующие комиссии и число проектов, отнесенное к тем или иным комиссиям, которые сейчас уже есть. Мы видим, что от 11 участников пока у нас ответа нет, просим, соответственно, поторопиться и отнести себя к тому или иному той или иной комиссии, исходя из тематики. Итого у нас 330 экспертов, которые будут участвовать в этой работе. Большая часть, ну, то есть половина из них, да, получается, почти ровно половина, это эксперты от индустриальных центров компетенций, то есть представители заказчиков, которые должны будут, ну, оценить, насколько предлагаемое решение востребовано и пригодно к реализации в результате гранта на конкретном предприятии, в конкретной компании. Кроме того, 137 экспертов от Ассоциации разработчиков ПО, которые оценят проект с точки зрения, собственно, IT, программ, там, технологических стеков и подобного рода решений. 21 эксперта от институтов развития, 10 от образовательных организаций. Исходя из их отраслевой отнесенности, соответственно, сформированы и составы экспертов комиссии. Сразу скажу, что на входе вот был проведен отбор экспертов, на входе число экспертов было намного больше, больше 500, в результате 330 – это финал. Все эксперты имеют статус официальных экспертов фонда, то есть управление фонда приняло решение о их назначении в качестве экспертов. Со всеми экспертами подписано НДА, соглашение о неразглашении информации, соответственно, со всеми теми требованиями, которые приняты фонды по работе с грантами за бюджетные средства. Соответственно, решение может быть принято два. Первое – рекомендация о поддержке проекта в рамках гранта, то, к чему, наверное, все или большинство стремится. Это первое решение. При этом грантовый комитет, ну и комиссия, комитет могут рекомендовать, пересмотреть объемы финансирования, и так часто бывает. По нашему опыту фонд, грантовый комитет часто, ну и заявитель соглашается с мнением членов грантового комитета, что объемы финансирования могут быть скорректированы. Итак, первое решение о прохождении дальше в направлении получения гранта. Второе – это рекомендация следующего образа. Не все гранты, не все проекты, скажем так, созданы для грантов. Так скажем. Опять же, повторюсь, грант – это довольно такая тяжелая административная форма. Есть более, скажем так, гибкие формы поддержки. Это и, например, льготное кредитование. Эта программа сейчас уже запущена, развивается объем льготных кредитов до 3% для разработчика или до 5% для заказчика российских решений. Уже сейчас превысило 65 миллиардов рублей, коллеги. Это то, что льготный кредит субсидируется. Часть проектов будет реализована двигаться к уполномоченным банкам, которые 25 штук уже сейчас, 25 банков уже аккредитовано. Они умеют работать с этими проектами. И здесь есть возможность получить на льготных условиях достаточно гибкий кредит. Да, он возвратный. Да, но в моменте вы получаете довольно большой ресурс, и этот ресурс может быть больше даже в верхней границе гранта. И, конечно, отчетность по такой форме поддержки, по льготным кредитам, не сопоставима с отчетностью по гранту. У нас есть также в арсенале нефинансовые меры поддержки, такие как акселератор фонда развития интернет-инициатив. Многие проекты, имеющие решения на рынке, зрелые, просто может быть и не нужно в моменте такого финансирования, а достаточно просто пройти акселератор и понять, какие дополнительные направления развития продукта на рынке могут быть, открыть для себя новые целевые аудитории, какие-то еще. Многие проекты действительно идут по этому пути. И грант мне такую рекомендацию может дать. Либо поддержка в рамках маркетинговой поддержки, которая сейчас есть, тоже ресурсу фонда в объеме более, приближаясь к полутора миллиардам рублей, когда фонд предоставляет грант на продвижение продукта в интернете. Если есть, ну, продукт имеет относительно или высокий потенциал тиражированности, имеет смысл его рекламировать, то, пожалуйста, Верхфрита такая программа запущена, уже сейчас активно реализуется. Плюс среди экспертов у нас есть инвесторы, негосударственные инвесторы, которые готовы поддержать, наверное, наиболее интересные для них проекты. И прямо там уже, может быть, грант будет являться не самой оптимальной формой, а негосударственное финансирование, просто венчурное финансирование, инвестиционное финансирование может быть более приемлемо. Поэтому никакие из достойных проектов не будут потеряны. Вероятно, будут проекты, которые скажут, что да, надо это все-таки доработать, концептуально нужно дальше это дело обсудить и так далее. Но я думаю, что по большей части проектов будут приняты те или иные решения по их дальнейшему развитию и реализации. Ну и теперь календарный план. Сейчас заканчивается формирование комиссий соответствующих грантового комитета, финализируется перечень проектов по каждой из комиссий. И заседание комиссии начнется уже с его следующей недели, с понедельника. График будет согласован индивидуально, потому что у нас балансируют графики и члены грантового комитета, и участников, и экспертов. В общем, здесь я рассчитываю на конструктив, на гибкость, потому что это все наши общие работы. Большая работа, очень много проектов, такая организационная, она непростая, но, в общем, это надо сделать, согласуем, согласуем, соответственно, фонд согласует соответствующие графики, и у каждого будет возможность, кто выйдет на грантовый комитет, соответственно, на комиссию, презентовать, презентовать свой проект. И в такой форме работы, ну, действительно, все будут услышаны. Все будут услышаны, и не будет так, что там полминуты, и все там, что успел сказать, не успел, непонятно. Здесь будет полноценное выступление с полноценной сессией вопросов и ответов, с предварительной оценкой, оценкой документации, и так далее. В середине ноября планируется заседание грантового комитета, где будет сформирован шот-лист проектов, которые будут рекомендованы к доработке заявки, вынесения на финальное решение грантового комитета. Вся работа должна быть завершена в этом году, здесь вариантов нет, в декабре будет довольно плотный в части заключения соответствующих соглашений. В любом случае, будут средства направляться на спецсчета, дальше техника, финансирование понятно. В конце этого года вся эта работа у нас будет завершена. Оценить число проектов, которые будут поддержаны сейчас невозможно, потому что мы все проекты разные, от 20 миллионов до 500 миллионов рублей по стоимости, по качеству, по отраслевой направленности. Для того, чтобы каждый проект был оценен со всех сторон и качественно, и такая форма работы им предлагается. Коллеги, я завершил свое выступление. Сейчас я передам слово Александру Павлову. Он остановится на наиболее часто задаваемых вопросах и постарается на них ответить. После чего будет у нас какое-то время для того, чтобы ответить на вопросы, которые еще остались открытыми. Спасибо.